Приветствия Салям, или Салям Алейкум, означает «Мир Вам!» История Саляма началась с появлением первого человека на Земле, когда Господь миров создал его, представил ангелам и повелел, чтобы они обменялись приветствием Салям. Салям открыл двери вселенной пророку Адаму. Саляму человек научился у Господа своего, далекого от дефектов и недостатков, дающего благополучие, помогающего достичь спасения. И человек привык к приветствию Саляму. С помощью Саляма он возвел мосты и сблизился с людьми. Как и любая религия, ислам он един. И понятие традиционного, к сожалению, в последнее время приходится вводить в связи с тем, что в мире проявляется множество различных псевдо-исламских каких-то организаций, называющих себя различными именами, наподобие исламского государства, наподобие каких-то других террористических или экстремистских организаций. В связи с чем, конечно же, для того, чтобы людям все-таки уметь как-то различать белое от черного, сегодня, так сказать, вступает в ход такой термин, как традиционный ислам. Махатма Ганди «Я хотел бы знать лучшего из тех, кто сегодня имеет бесспорную власть над сердцами миллионов людей. Я стал более чем уверен, что не меч завоевал исламу место в то время. Это была непреклонная чистота, высшее самопожертвование пророка, пристальное выполнение своих обязанностей, его большая преданность своим друзьям и последователям, его отвага, его бесстрашие, его абсолютная вера в Бога и свою собственную миссию». «Салям» — это молитва. Остановиться на мгновение во время беготни в мирской суете, попросить благополучия для другого, сказав ему «Салям» — это и есть милосердие. Так «Салям» разойдется из уст в уста, напомнит соседу, что такое совместное изобилие и вкус единства. «Салям» — это любовь к знакомым и незнакомым. Внимание к человеку и ключ к перемирию — все это «Салям». Развитие ислама и распространение его в мире в разные уголки света, он всегда нес одну и ту же идею, одну и ту же мысль — это вера в единого Творца и миролюбие по отношению к окружающим. И то, что мы видим сегодня, конечно же, это абсолютно опровержение этой догматики, этой мысли, потому что поднять руку даже не то, чтобы убить, а даже поднять руку несправедливо на кого-либо, оно является большим грехом в исламе и наказуемо. Ведь в Священном Писании сказано, «Тот, кто убьет одного человека, тот равен, тот подобен тому, что убил все человечество, а тот, кто спас одного человека, подобен тому, кто спас все человечество». Соответственно, исходя из этого, ни один считающийся мусульманин, человек, не вправе даже руку поднять, а даже в одном из изречений пророк Мухаммад говорит, мир ему, о том, что верующий мусульманин — это тот, с чьих рук и уст не придет вреда другому человеку. Поэтому, уже не говоря о каком-то определенном ущемлении с точки зрения физического какого-то насилия, даже слова, какие-то определенные клевету или порицаемые слова говорить запрещаются для мусульман. Вот исходя из этих храмов, мы уже можем анализировать, кто на самом деле является мусульманином, а кто только скрывается под камуфляжем исламского флага, исламского знамени для достижения своих каких-то политических, экономических или иных целей. Если бы человеку, подобному Мухаммаду, суждено было единолично управлять нынешним миром, он преуспел бы в разрешении его проблем, что, в свою очередь, принесло бы этому миру покой и счастье, которых ему так не достает. Я изучал его, человека удивительного и далекого от того, чтобы быть антихристом. Напротив, его следует назвать спасителем человечества. Если какая-нибудь религия и имеет шанс властвовать в Англии и Европе следующие сто лет, то эта религия – ислам. Салям в каждом доме, улице, городе, на каждом материке. Даст покой тысячам сердец. Начиная день в Средиземноморье и приветствием, он просит о светлых вечерах для пустынных стран. Невзирая на различия, цвет кожи, язык, национальность и религию, ты человечеству должен сказать «Салям». У Саляма универсальный язык. Ты почувствуешь, для Саляма не существует преград во времени и пространстве. Вспомни Салям, который ты послал из далеких краев пророку, мир ему. Когда ты говоришь «О, пророк! Да пребудет с тобой милость и щедрость Аллаха» в каждом своем намазе. И затем продолжаешь «Мир нам и всем праведным рабам Аллаха». Затем ты поворачиваешь голову к правому плечу и начинаешь приветствовать весь мир. Такой гармоничный, такой учтивый, настолько искренний. Перенеси эту искренность в свою жизнь. Прикоснись через Салям к душам людей. Вся жизнь начинается с семьи. То есть, сегодня, конечно, государство большую надежду возлагает на дошкольные учебные заведения, на средние школьные учебные заведения, на высшие учебные заведения. Но на самом деле ребенок формируется до семи лет. То есть, фактически, вся его натура, вся его генетическая составляющая начинает укрепляться именно с возраста трех до семи лет. И вот этот период очень важен для того, чтобы что-то вложить в ребенка. То есть, соответственно, тут очень большая задача падает на родителей. И если родители этот момент упускают, то потом, когда в 15-20 лет ребенок становится неуправляемым и, более того, даже становится агрессивным, родители пытаются найти виноватых или ошибку. Она уже упущена. Знаете, один праведник, когда к нему подошла молодая семья с грудным ребенком и спросила, когда нужно его воспитывать, он сказал, когда год он родился. Ну, вот несколько месяцев назад, два месяца назад. Ну, на два месяца уже опоздали. То есть, воспитание ребенка начинается, даже, я скажу больше, многие ученые говорят, еще с того времени, как ребенок зачатый находится в животе матери. Потому что состояние мамы, ее, знаете, поэтому в исламе, например, этот период является неким таким вот настолько высоким, что это нам опять-таки через учение пророка Мухаммана передается, что человек, муж должен настолько, ну, если даже не носить на руках, фактически, то на словах он так и должен делать. То есть, давать все, что ей необходимо, то есть, максимально ей облегчать все. Потому что, как говорил пророк Мухаммад, какое бы мы деяние в этой жизни не совершили бы, мы не сможем рассчитаться со своей матерью даже за вздох, который она берет во время беременности, за один вздох. То есть, вся наша жизнь, все наши вклады жизненные, они не способны даже перевесить на весах один вздох, который мать берет, нося своего ребенка в животе. И фраза «Рай находится под ногами матерей» каждый раз нам верующим напоминает о том, что как мы должны относиться к матерям, что мы должны им периодически позванивать, узнавать, как у них дела. Потому что, какие бы мы ни были большие, для матери мы всегда остаемся детьми. Даже в 50-60 лет, и матерь всегда переживает, всегда думает, если выезжаем в дорогу, она сидит и как будто бы сама в это время в дороге. То есть, вот эти моменты мы не должны забывать. И все-таки в исламе отношение детей к родителям, отношение родителей к детям, отношение мужа с женой настолько имеет глубокое свое правовое поле, глубокое, что оно даже во многих случаях превышает и уголовные, какие-то административные права. То есть, это в первую очередь внимание уделяется. И вы знаете, что, в принципе, жизнь мусульманина, она построена из учения пророка Мухаммада. И оно начинается, так сказать, с колыбели и продолжается до могилы. Неужели ты повернешься спиной к кому-то из своих родственников? Неужели пройдешь мимо соседа, словно не узнав его? Неужели сделаешь вид, что не видишь лиц тех, с кем встречаешь утро под одной крышей? Неужели отвернешь свое лицо от детей, не придав им большого значения, или от своих работников? Прими решение, что ты предпочтешь? Быть счастливым с помощью саляма или же среди людских масс оставаться одиноким? Будь приветливым, как молодой месяц. Избавься от своих предубеждений. Будь оптимистом. Не жалей ни для кого свой салям. Будь общительным. Салям — это милостыня. Будь щедрым. Не жди от другого, чтобы он поздоровался с тобой. Будь первым, кто говорит. Саляму алейкум.